и всем привет ребятки с вами снова немезис и сегодня мы поговорим с вами о том как фармить разную валюту и опыт в pixel gun 3d а для начала не забудьте поставить лайк на это видео подписаться на канал а также заварить себе чайок и конфетки подготовить к чаю чтобы было веселее и не так скучно слушать и смотреть если все сделали то мы начинаем сегодняшнюю лекцию можно даже так это назвать да сегодня мы с вами поговорим очень важной теме многие даже меня просили это сделать как фармить валюты и у и разные разную до валюту не одна валюта у нас существует а разное и опыт в этой игре но я не мог это не сделать тем более дополните наши с вами гайды плейлист это пойдет в гайды и вот как дополнение к остальным видео вот и план у нас будет такой мы с вами для начала вообще обсудим какие виды валюты есть потом мы поговорим про каждую из них и как ее зарабатывать дальше мы подведем такой небольшой итог про каждой валюты где лучше всего ее получать но и сделаем заключение примерно вот так у нас будет наш план сейчас я просто озвучиваю потом я буду всякие фрагменты вставлять при монтаже и всякое такое сейчас будет основа ролика я делаю так что вот это ну может кому интересно это не тему ролика но пушек вот ну что ж начинаем друзья если вы хотели как-нибудь со мной связаться пообщаться поиграть найти себе друзей то заходите на мой сервер в дискорде тут сейчас находятся многие достаточно хорошие ребята русские пг-шеры все свои все со всеми познакомились вот заходите вступайте вот тут вот разные есть чаты можно пообщаться послушать музыку даже возможно иногда тут заходят в голосовые чаты и тоже общаются уже в живую так что заходите ссылка будет в описании какие виды существуют у нас вообще ну самые основные это алмазы и монеты понятное дело основная валюта в игре которая чаще всего используется ежедневно тратит каждый из вас кто играет вот и она считается самый основной такой за монеты можно покупать разные пушки прокачивать ваши модули дальше покупать разные аксессуары прокачивать глайдеры машины и многое-многое другое но в основном за монеты покупают пушки и прокачивают эти модули ну и сами пушки тоже часто прокачивают самое основное куда тратятся монеты у игроков. Гемы тратят в основном на прокачку пушек, на собирание пушек из лотереи, наборов разных. Я их лотереями называю, хотя лотерея это сундукет, неправильно так называть. Но именно я говорю про наборы. Их тратят в наборах, когда собирают разные пушки. Это самое основное. И прокачивают эти пушки. И на 65 уровне уже профессионалы очень любят часто прокачивать классу пушек за счет алмазов. Это очень дорого, но новичкам это не нужно. И новичкам в основном гемы нужны, чтобы прокачивать эти пушки. Просто когда они у вас по уровню отстают, вы за гемы прокачиваете пушки. Сразу на несколько уровней. Са монета только по одному уровню прокачивается. Конечно, это не очень круто. Я давно просил изменить систему. Я даже писал, какая классная была бы. Вроде справляются игроки, поэтому, наверное, и ничего не делают, как говорится. Это что касается основных валют. Также существуют и другие. Есть еще короны. Есть еще турнирная валюта. Есть батл пасс билет. Еще двух видов причем. Есть серебро. Есть кредиты галереи. Есть валюта свободного режима. Ключи. Ну и, собственно, вот этот вот опыт. Про это мы сейчас все подробненько поговорим. В начале я скажу, для чего каждая нужна, кроме монеты алмазов. Я уже сказал. Короны. Ну, с помощью корон вы прокачиваете уровень батл пасса. Тут как бы и все. С помощью турнирной валюты вы можете купить турнирные пушки и турнирные сундуки вроде как. Да, там есть сундуки со скинами. Я еще покажу. За счет серебра вы получаете клановые пушки, открываете сундуки и тратите их в черном рынке, тоже получаете разную валюту. С помощью батл пасс билетов вы можете прокачать уровень боевого пропуска и прокачать свой пропуск на золотой уровень. Так-то он у вас серебряный и с помощью билетов вы можете его на золотой прокачать. За счет кредитов в галерее вы можете приобрести новые пушки за разные купоны. Кстати, есть очень классное видео, что купить за 1000 купонов. Обязательно посмотрите. Также планирую я сделать, что купить за 500 купонов. Тоже в планах. Вот. Ну, не знаю, когда. То есть, может быть, когда-нибудь. Но, в принципе, меня просили, поэтому, я думаю, я сделаю. Вот. Но в основном билеты тратятся как раз на покупку новых пушек в галерее. Вот это, да, вот так вот. Ключи для чего тратиться? Чтобы открывать сундуки. Ну, покажу, естественно, я всю лотерею, где можно эти ключи тратить. С помощью этих ключей вы открываете сундуки, получаете либо пушки, либо детали, либо валюту разную. Очень тоже полезная вещь. Вот. И валюту свободного режима. Там вы пока что там особо ничего не добавили. Она, считайте, самая свежая. Ну, там какая-то тачка. В принципе, это и все. Вы за валюту свободного режима просто можете купить тачку. Ну, тут еще не проработано. Я думаю, будет еще больше всего со временем. Так что ждите. Ну, и самое основное – это опыт. Для чего нужен опыт? Вы просто прокачиваетесь с помощью опыта своего персонажа. Открываете новые пушки, открываете новые способности. В пути славы тоже разные награды. Ну, и меняется у вас матчмейкинг, которого, к сожалению, особо и нет. Да, это такой недостаток. Но, тем не менее, опыт повышать нужно. Без этого вы как бы никуда не продвинетесь. Вот, в принципе, это все, что я сказал про валюту. Что с помощью них можно делать? Теперь, как же получать темы ролика? Как зарабатывать валюту? Начнем мы с вами с монет. Много разных способов есть, как зарабатывать монеты. В основном, это обычные матчи. Вы играете обычные матчи и просто за победу монеты максимально вам дают пять. За второе место четыре, потом три, потом два, потом один. За поражение там тоже две монеты, потом одна. И на последних местах вам могут ничего не дать. Где-то вот так. Вот. Это основной способ, как получать монеты. Дальше. Из суперсундука может выпасть там 700 монет. Ну, это самое извращенское. Ну, там даже считается, что вам не повезло, если выпадет из суперсундука 700 монет. Поэтому тут не ориентируйтесь на это. Реклама. Да, реклама. Вот, бесплатная валюта. С помощью нее тоже ежедневно, каждые 12 часов, можно получать 45 монет. Из наборов тратить алмазы и получать монеты. Да, то есть, ну, что я вот недавно сделал, потратив гемы и получил просто 2000 монет. Ну, это прямо жестко. Но, потратив гемы. То есть, тут смотрите сами. То есть, если хотите монеты, но потратить гемы, можете в наборах это сделать и получить свои монеты, так скажем. В батл пассе за прохождение пропуска тоже монеты. И в финальном сундуке тоже могут выпасть монеты. Сундуки со скинами имеется в виду. Вот, клановые сундуки тоже там падают монеты. И в хорошем таком количестве. Из маленького там по 9. Со среднего по 20 вроде. С большого там по 100-200. Из последнего там по 1000 может выпасть. Это тоже очень эффективно. Но за это вы тратите серебро. То есть, тоже надо учитывать, что тут тратится серебро. То есть, хотите монеты, но у вас много серебра. Тогда это целесообразно будет. А так, если вам серебро нужно, то не советую тратить серебро, чтобы получить какие-то монеты. Тут да, тут как бы вот так вот. Ежедневная награда. Ну да, каждый день вы заходите, у вас то гемы, то монеты, то кредиты. То есть, заходите в магазин и там проверяете, может быть, 15 монет. Также можно получить в рейдах. Ну, там как бы из монстров могут падать монеты. Это тоже учитывается. Также монеты можно получить в пути славы. Тоже из сундуки за повышение уровня вам дается какое-то количество монет. Но это тоже не самое масштабное такое. Особо не рассчитывайте на это, так скажем. Дальше черный рынок. Но тут вы тратите тоже валюту. Либо гемы, либо серебро. Тоже учитывайте это, что тут просто так вы не получите. Монеты, конечно, могут падать от казначей. Это я тоже написал. Это тоже способ получения. Но казначей тоже в черном рынке продается. И это вообще, как бы, считайте его и нет. Это просто как способ такой. Да, что иногда может из казначей выпасть монетка. То есть, вот такой вот прикол. Секреты в компании тоже, естественно. В каждом уровне в компании, в секретах может быть спрятана монетка. Вот. Дальше у нас сундук ветерана. Это уже на 65 уровне. Может вам выпасть какое-то количество монет. Ну, это для новичков не светит. Поэтому не рассчитывайте тоже на это. Наборы. Это имеется в виду в наборах, когда вы рулетку прокручиваете. Могут вам бесплатно дать монеты. Это тоже тратится за это гемой. И поэтому вообще не рассчитывайте на это. Это очень невыгодно. Вот. Еще раз говорю, это просто разные способы. Вот. Также за прохождение компании дается. То есть вы прошли к главу, и вам дается монета за прохождение. Ну, и самое финальное, это уже за настоящие деньги. Донат. Это тоже понятное дело. Никуда не девается. Вот. В принципе, это все, что я вспомнил. Все способы получения монет. И давайте выделим самое основное. Как же выгодно их получать? Ну, в основном, я считаю, очень выгодно получать монеты. Это просто играть в матчах. И плюс еще випка, если у вас есть, оно увеличивает получение монет. Даже за поражение вы получите свои монеты. Просто играйте матчи. Это самый лучший способ. Хороший способ, если у вас много серебра. Это будет тоже много монет. Очень хороший способ еще наборы. То есть, если у вас гема есть, вы хотите получить пушку. Вот как я хотел получить пушку. И просто получил 2000 монет. То есть, такого вот кэшбэка в размере 2000 монет. Но зато я потратил 1000 с лишним алмазов. То есть, ну, вот тут вот тоже. Но это чисто вот так вот. Ну, самые такие нормальные способы. Ну, в основном для новичков я советую просто играть матчи. Вот. Новичкам совет. Играйте матчи. И крутите бесплатно рулетку. Ну, и плюс бесплатная валюта, естественно, никуда не девается. Ежедневный заход. Самое такое основное, как зарабатывать монеты. В принципе, тут у нас все. Теперь мы переходим к алмазам. Тоже, опять же, перечислю разные способы получения алмазов. Вот. Батлпасс. В батлпассе можно получить алмазы. Реклама. Бесплатная валюта. Из лотереи, открывая ключи, могут падать гемы. Тут не только супер. Уже сундук играет роль. Дальше. Гемы в матчах. Это может случайно выпасть с какого-то челика. Может выпасть один алмаз. Да. Компания. Там тоже может. За прохождение кампании. И секретки тоже. Секретки тоже ищите. И в каждом уровне по одному алмазу спрятано. Вот. Сундук ветерана на 65 уровне. Тоже падают алмазы. Потасовки. Бывают потасовки, где вы проходите потасовку и получаете тоже какое-то количество гемов. Ставки в дуэлях. Ну, это считайте лотерея. Ну, то есть вы ставите какое-то количество гемов. Если выигрываете, получаете свой сундук и получаете гемы. То есть, ну, тут не знаю. Если вы проиграете, то уже как бы вы их потеряете. Вот. Тоже учтите такой момент. Турниры. За какое-то место в турнире можно получить алмазы. Ну, и также за сундук, за 100 валютных, за 100 билетов турнирных тоже можно открыть сундук и получить гемы. Вот. Ну, и просто купите эти гемы. Там тоже можно за 100 вроде этих билетиков 75 алмазов. Вот. Дальше победы в клановых войнах. Ну, в зависимости от какого места и в каком дивизионе вам тоже даются алмазы. Если выиграете. Дальше ежедневные награды. Ну, опять же, заходите и в какой-то день может быть 5 алмазов. Путь славы. Тоже, опять же, прокачивайте уровень. Будут вам бесплатные монеты. За повышение этого уровня тоже. Дальше у нас задания боевого пропуска. Тоже бывают. Бывают сейчас какое-то задание. Вы можете получить алмазы. Есть такая тема. Недавно добавили. Ну, в наборах тоже. Опять же, когда вы прокручиваете кубик, вам может выпасть алмазы. Ну, опять же, говорю, вы их потратите. То есть, это вообще невыгодно получается. Тут даже не ориентируйтесь. За получение пушки в галерее. Да, то есть, в зависимости от класса пушки. Вам такой кэшбэк тоже в гемах дается. Вот. И задачник тоже. Ну, с монетами тоже, кстати, задачник. Если выполните задание, в задачнике может быть. Ну, и тут тоже в задачнике гемы могут быть. Вот. И донат. Опять же, донат. Можете задонатить, потратить реальные деньги и получить. Тоже имеет место быть как способ. Ну, и какой же лучший способ? Я считаю, что это лотереи ставки. Это самый лучший способ, как получать гемы. Очень самое большое количество оттуда падает. Вот. Из сундука победителя – 100-200. Из среднего сундука бойца – 10-25-50. В основном 25 падает. Из маленького – 2-3. И супер – 150 и 300. Это самое выгодное. Если вы профессионал, то вы можете даже за счет ставок выигрывать и как бы получать гемы. То есть, это даже халявно получается. Но, смотрите, тут скамеры – это такие люди. С ними нужно быть прям очень осторожно. Вот. Так. Ну, в принципе, это и все. Лучший способ – это лотерея. То есть, зарабатываете ключи и за счет них получаете гемы. Это лучший способ. Ну, и батл пасс тоже хороший способ. За еженедельные… Если выполнить 20 и там зависимо сколько еженедельных заданий, то выдаются тоже гемы. Это тоже, в принципе, выгодно. Ну, и рекламу, смотрите. Новичкам. Реклама. Ключи за лотерею. И батл пасс. Вот самое такое основное. Как получить эти гемы. Ну, компанию пройдите, тоже получите какое-то количество. Все. Здесь все, что касается гемов. Теперь мы поговорим, как получить короны. Ну, за обычные матчи вы выигрываете, и вам даются коронки. Это самое такое простое. Дальше вы можете за задания в боевом пропуске коронки даются. Тоже такое основное. То есть, прошли какое-то задание, вам дали коронки за батл пасс. Задачник. В задачнике тоже может попасть. И донат. Тут круг меньше, понятное дело. Потому что монеты, алмазы – это самая основная валюта, понятное дело. Тут, да, как бы и все. Донат, да, 9 тысяч коронок может вам предложение быть, купить. Вот. Но это за реальные деньги. То есть, ну, лучший способ – это, конечно, прохождение боевого пропуска, выполняя задачи. Это самое нормальное, как получить коронки. В принципе, тут и все. Дальше мы идем – турнирная валюта. Ну, тут все просто. Просто играть в турниры. Просто занимайте, чем больше, чем лучше места вы займете, тем больше вы получите этой валюты. Это как-то вот так вот здесь работает. И это все. Больше тут никак от нее не получить. Просто выигрываете и получаете валюту турниров. Дальше у нас батл пасс билеты. Как получить батл пасс билеты? Думаю, это очень многим интересно, потому что с новым пиксель пассом многие просто не знают, как ее получать. Да, ее сложнее стало получать. Это факт. Но самое такое – это прохождение боевого пропуска. То есть до 70 уровня вам могут попадаться билеты. И в сундуке со скинами тоже могут выпустить эти билеты. Это вот самое такое. Ежедневные награды тоже даются. Ну и донат. Ну и плюс обмен старых боевых кредитов, если они у вас остались. Это вот все способы. Но лучший способ – это прохождение боевого пропуска. И открывание сундуков со скинами. Это самый выгодный способ, как получать без доната эти пасс-тикеты. Но я боюсь, что вы тут не сможете каждый пропуск открывать. Новичкам это будет сложновато все-таки. Но учтите. Ну не каждый, но зато через какой-то откроете. Это точно. Как получить теперь серебро? Там тоже очень интересный фрагмент такой. Очень интересный вопрос. И тут основное – это, конечно, клановые войны. Играйте клановые войны, захватывайте территории, получайте серебро. Это самое основное. Черный рынок. Ну, понятное дело, там можно за монеты купить серебро. Это тоже очень, кстати, выгодно. Если у вас этих монет навалом, то это очень классно. Дальше. Сундук ветерана. Там тоже падает серебро, но это в 65 уровне, и то не всем доступно. Вот. Там аж надо все собрать, чтобы это только падало. Но это очень жестко. Дальше у нас. Ну и остался донат. Все. Тут как бы это все способы. Можете задонатить на серебро и получить. Но самый лучший способ – это играть клановые войны. Это понятное дело. Просто играть клановые войны, и это лучший способ получения серебра. Дальше. Кредиты галереи. Тоже очень важно. Я снял такой ролик. Что же купить за тысячи купонов? А многие спросят, а как же заработать эти купоны? Ну, тут все как бы просто. Копить по 5 пушек и получайте тикеты. Вот. 5 пушек получили. Получайте для новичков 50 билетов. Потом 100, потом 150 и 200. Но когда у вас будет 600 пушек, эта тема закроется. И тут у нас остается только копить сет. Да. И это все. Ну и сундук ветерана. Но это, опять же, на 65 уровне. И, опять же, нужно получить все пушки, чтобы вам падали эти галерейные билеты. Можно их даже так назвать. Но лучший способ для новичков просто копить по 5 пушек и собирать сеты. На 65 уровне собирать сеты. Если у вас больше 600 пушек, собирать просто сеты. Это лучший способ и практически единственный. Не считая сундука ветерана, конечно же. Ну и сундука ветерана и то шанс небольшой на выпадение этих билетов. Дальше что у нас идет? Дальше валюта свободного режима. Если честно, я тут особо ничего не знаю. Это валюта сырая. Но единственный способ выполнять задания в свободном режиме. Это все. Он лучший, он единственный. Выполняйте разные задания, получайте валюту свободного режима. И получайте пока что только тачку. Это пока что. Не знаю, что они там придумают. И какие еще способы придумают. И, в общем, вот так. Ну, пока что это вот так вот. Дальше ключи. Тоже интересно. Я сказал, там гемы получаются за счет ключей. А как же ключи-то получить? Теперь вопрос. Баттлпасс сундук. Ну, да. Конечно, лучший способ. Он у меня тут в тексте самый первый. Но, нет, конечно, он не лучший. Это нужно боевой пропуск пройти. И то там шанс вообще один к тысяче, что выпадут ключи. Это однозначно отпадает. Ну, понятное дело, матчи. Матчи – это лучший способ. Просто играйте матчи. И випка у вас улучшит эти ключи. То есть, да. Конечно. Как получается гема? За счет ключей. Как получается ключи? За счет матчи. То есть, играйте матчи, получайте гемы. Вот такая вот экосистема. Можно ее так назвать. Вот такой круговорот валюты в ПГ. Во, кстати, хорошее предложение. Круговорот валют в ПГ. Да, ну это реально единственный способ. Ну, донат тоже, понятное дело. Можно задонатить на ключи. Но новичкам просто играйте матчи. Желательно выигрывайте с випками. Вообще будет просто прекрасно. С випками вы можете спокойно открывать третий сундук победителя. И получать много гемов и деталек. Офигенно. Вот. Ну, если у вас есть деньги лишние, то ждите выгодные акции за донат. Тоже можно получить. Ну, если скажете, ой, да донат, ну понятно. Говорю, играйте матчи с випками, будут вам ключи без доната. Вот как-то и так. И гемы, и ключи, и детали, и пушки. И монетки, и все, что только можно придумать. Вот. Дальше. Ну и остался у нас последний такой пункт. Это уже опыт. Как же получить опыт? Матчи. Естественно, играйте матчи. Чем выше место, тем больше опыта дают. В каждом режиме разное количество опыта. И скажете, а какой режим же лучший для зарабатывания опыта? Это, понятное дело, обычный рейд. Там дается просто дофигища опыта. Но тут вам нужна тима хорошая, хорошие союзники, чтобы вы эти рейды выбрали. И желательно магический рейд. Там вообще еще больше опыта дается. Вот. За первое место там вообще по 150 опыта, что ли, дается. Короче, это очень жестко. Но нужны хорошие модули. Поэтому новичкам этот способ отпадает. И новичкам какой же лучший способ для зарабатывания? Можно играть разрушение. Но разрушение я не знаю, насколько хорош матчмейкинг. Думаю, что не очень хороший. Поэтому, наверное, просто випки получайте. И с этими випками у вас чуть-чуть побольше будет опыта зарабатываться. Играйте обычные матчи. Желательно командные буги. Думаю, это самый нормальный способ для новичков. А те, кому интересно, на 65 уровне хотят собрать все из сундука ветерана. И граффити, и пушки, и скин. То лучший способ это разрушение и клановые рейды. Ну и клановые рейды тоже, кстати, да. И обычные рейды. Но клановые и обычные это самые лучшие способы. Это прям однозначно. Если у вас еще в войне в клановую попался знакомый клан. Спешитесь с лидером и трейдите шахты. То есть, то один захватывает, то второй. Они ослабляют форт. И вот таким образом вы просто получаете дофигища опыта. Это очень хороший способ. Ну, если у вас такой возможности нет, то обычные рейды вам в помощь. Вот. Вот такой вот способ зарабатывания опыта. Я сказал, новичкам просто командный бой играйте с випками. И опыта будет приличным. Даже за поражение опыт тоже дается. Это очень классно. Вот. Ну, еще не сказал, что ключи хорошо фармят в разрушении на 65 уровне. Тут я не уточнил такой момент. Ключи очень фармят многие на разрушении. Потому что это быстрый самый такой способ. Тоже учтите на 65 уровне. Очень выгодно. Ну, и с випками это вообще будет прекрасно. Ну, в принципе, все. На этом все способы. Все, все, все это закончилось. И давайте подведем заключение. В заключение могу сказать, что каждая валюта зависит от другой. И все зависит от вашей активности в игре. Это понятное дело. Чем больше вы играете, тем больше валюты вы получаете. Вот. Ну, самый простой способ это донат. Если у вас деньги есть, то это вообще самый такой простой способ. Ну, это реальные деньги. Кому неинтересно это, я думаю, 99% неинтересно. Просто играйте матчи. Просто вот обычные матчи. Даже не важно там рейды, не разрушения. Играйте и получайте ключи. За ключи получайте алмазы. Кто профи может играть ставки в дуэлях. В ставках, если выигрываете еще и ключи, и монеты, к тому же, и опыт. Короче, все это завязано. Проходите боевой пропуск обязательно. Чекайте магазин. Смотрите рекламу. Получайте бесплатную валюту. Выполняйте задачник. Играйте клановую войну. И будет у вас на улице праздник. Ну, и, естественно, проходите еще путь славы. Прокачивайте опыт. А опыт прокачивать. Играйте обычные матчи на мячкан. В основном командный бой. Ну, можно еще в выживание играть. Это тоже, кстати, как хороший выход. В выживание играть. Можно там особо не напрягаться. Проходите кампанию новичкам. Тоже советую кампанию. Там много всего дадут. Вот. Это, в принципе, и все. Кому на 65 уровне. Тоже последнее заключение сделаю. Хотите, получите пушки из сундука ветерана. Играйте магические рейды. Соберите своих друзей. Соберите отряд. С хорошими модулями. С пушками на рывок. С мощными пушками. Проходите рейд на скорость. Чем больше вы пройдете, тем больше опыта вы получите. И вот так вот вы можете очень много сундуков ветерана нафармить. Если вам надоели рейды, ваши друзья не могут. Играйте разрушение. Там опыта не очень много, но зато матч еще быстрее. То есть тут вот так вот связано. На 65 уровне. Как получить много гемов. Разрушение. Фармите ключи. Открывайте сундук. Ну и ставки в дуэлях. Самые оптимальные способы. Как заработать монеты на 65 уровне. Прокручивайте за эти гемы наборы, собирая пушки. Очень много этих монет дается. Играйте в клановую войну. Тратьте серебро, получайте много монет. Суперсундук. Если вам не фартанет, так считается. 700 монет ваших. Вот. Это как-то так. Серебро. Играйте в клановую войну. Ну и в принципе это все, что я хотел вам сегодня рассказать. Все способы, которые я вспомнил. Вроде ничего не забыл. Если вдруг что-то забыл. То напишите в комментариях. А также напишите вообще в целом. Согласны ли вы вообще с этим видеороликом или нет. Согласны ли вы с этими способами. Согласны ли вы с лучшими способами. Или у вас есть способы получше. Напишите обязательно это в комментариях. Я прочитаю. И пролайкаю по возможности. Если мне комментарий понравится. Ну а в целом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Также вступайте на мой сервер в Дискорде. В мой клан. Сейчас мы тут побеждаем. Вот Айди. Ну и всем удачи. И всем побольше, побольше валюты. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok